Начало преображения двора по улице Бочкарёва у домов 8, 10 и 12 началось в начале июня нынешнего года. Тогда жители с опаской отвечали на вопросы журналистов, не зная и не понимая до конца, что их ждёт. Проект на листах выглядел красиво, но как будет в реале, этот вопрос волновал всех. И вот спустя два с лишним месяца уже видны плоды кропотливой работы управляющей компанией и подрядной организации. Это установка двух больших детских игровых площадок, которые тоже отсутствовали на указанной территории. Устройство парковочных мест, большое количество сделано. И завершается работа по асфальтированию внутриквартальной территории. Очень осложняется, конечно, работа именно на этой территории, ввиду отсутствия ливневой канализации дворовой. Поэтому здесь максимальная задача всё-таки – как можно больше уйти от луж, которые образуются после выпадения осадков. Поэтому стараемся работать тоже в этом направлении. И это далеко не всё. Установлены новые опоры освещения, светодиодные светильники, которые по уровню своей яркости в несколько раз превосходят предыдущие фонари. А также двор теперь может похвастаться системой видеонаблюдения, которая поможет избежать вандализма на новых площадках или же вовремя найти нарушителя. Долгожданная тротуарная дорожка. Здесь она просилась давно. И теперь ученики ближайших домов будут добираться до учебных заведений не по грязи. Со времён постройки этих домов главной проблемой для жителей были тротуары, а точнее их отсутствие. Передвигаться приходилось по грязи и лужам. Благодаря программе удалось решить и эту проблему. У нас, знаете, строительство Башкирского дворика уже продолжается с июня месяца. Мы уже три месяца наблюдаем, как у нас здесь всё превращается как в картинку. Вот выходишь на балкон, глаз радуется. Всё благоустраивается. Заасфальтировали вот асфальтом парковочную зону. У нас даже, не поверите, посажена газонная трава. Это вот настолько, вы знаете, настолько подошли нам подрядчики, настолько внимательно всё это сделано. Нам всё нравится, как у нас здесь благоустраиваться. Вот сейчас уже на конечном этапе мы видим не на картинке, а на деле, как можно благоустроить двор, насколько это здорово, насколько это удобно, безопасно, даже, знаете, для водителей. Что касается последних, то для них увеличены парковочные места в три раза. Если раньше приходилось ставить автомобили на газоны и щебень, то теперь такой необходимости не возникает. Появились и места для маломобильных групп населения. Мы, конечно, очень рады наблюдать, как наш двор преображается, становится удобным и красивым. Радуемся, конечно, этой красоте. Спасибо большое домоправлению номер 9 за их инициативу, за то, что они превратили наш дворик в такой удобный, интересный, хороший. Сегодня работы на завершающей стадии остались некоторые недоработки, которые подрядчики обязуются устранить в ближайшие дни. Сдача объекта планируется в ближайшее время. Немножко увеличились сроки производства работ в связи с погодными условиями, потому что, к сожалению, во время выпадения осадков невозможно вести работу по укладке асфальта и также по укладке бетонного основания для детских площадок. Поэтому здесь, в принципе, работа уже заканчивается. Максимум, я думаю, что две недели мы закончим. Именно по асфальтированию и по бетонной площадке останется резиновое покрытие. Светлана Халитова, Ильнур Зязидинов, телекомпания «Салават».